Короткометражные фильмы в самые короткие дни года в Новосибирске. Мастера документального жанра рассказали о том, как снималась черно-белая хроника в разные периоды прошлого века. Наша съемочная группа с видеокамерой нового поколения побывала на просмотре фильмов, которые механики крутили руками. Сегодня в кинозале зрители могут почувствовать себя как в советские времена, когда ни один художественный фильм не обходился без просмотра документальной 10-минутной ленты «Сибирь на экране». Именно так в Новосибирской области и набирал популярность такой жанр, как короткометражное кино. Может это действительно просто? Приезжать на заводы, колхозы, снимать сюжеты, фильмы? Нет, конечно. Ведь каждая съемка – это бесконечная раздумья. Как запечатлеть человека, чтобы все увидели в нем то, что видишь ты? Темы для фильмов диктовало время. В создании порой участвовали десятки людей. На съемки уходил не один месяц. Художники говорят, короткометражка – это фильм нюансов, глубины чувств и чистоты ощущений. Я хочу сказать, что Реваз Давидович хотел подчеркнуть, что сейчас современная молодежь, она как-то не так дрожит. Сегодня роль режиссера, актера, сценариста и оператора может выполнять один человек. Чтобы прославиться на весь мир, достаточно выложить видео на Ютуб. А любительская съемка или по-другому хоум-видео существует уже как отдельный жанр. Такой некий творческий посыл. Он разный. Он есть примитивный, он есть наивный, он есть даже вульгарный. Но при этом это все равно какой-то творческий посыл. И у большинства людей он выявляется – хочу снять кино. Хочу снять кино. Но при этом мне это нравится, что они есть, их много. А вы понимаете, когда чего-то много, то из многого появляется нечто более качественное, чем если будет всего пять фильмов, то дай бог из них один появится. А если будет пятьдесят, то штуки четыре-пять точно появятся. Новогодняя ночь после первой гражданской войны, когда вместо Оливье за радость обычный пряник. Торжественная презентация фильма «Война и мир» 66-го года. Встреча сибирских школьников в 83-м с кинорежиссером Ревазом Чхиидзе. Благодаря новым технологиям давно забытые кадры вновь на экране. Все, поехали. И махнул рукой. Но чтобы картинка пошла, а голоса зазвучали, мало просто махнуть рукой. Вначале реставрируют пленку, вымачивают, убирают царапины. Потом помещают в блок с катушками, и только после этого метры превращаются в гигабайты информации. Ведь в чем суть кинохроники? Она мгновение запечатлевает. А мгновение это не длится годами или минутами, это не час. А самое драгоценное на самом деле вот эти вот мгновения. И вообще кинохроника в этом смысле, она похожа на волшебство, она сохраняет эти мгновения. Оно теперь хранится в пленке, в банках. Ну, надо оцифровать, чтобы и показать. А показать действительно есть что. Ведь киножурнал «Сибирь» на экране снимали с 29-го года. Таким образом, в банках остаются еще не оцифрованными тысячи метров пленки и миллионы кадров. Алия Арзаева, Рута Келлер, Артем Валевич и Тарас Тарасов. Новости ОТС.